Четыре гостя – Сергей, Юрий, Николай и Александр. Все они в 1986 году стали участниками ликвидации последствий аварии Чернобыльской атомной электростанции. Воспоминания, впечатления и выводы – ликвидаторы катастрофы откровенно рассказывают о том, что пережили. Ты ничего не мог сделать. На, кури и выпей, и бутылку вина мне дам. С ноября 1986 года я живу в городе Рыбнице. Как забыть? Это никогда не забудется. Это она всю жизнь. Как каждый из них узнал о катастрофе? Первые ощущения по приезду в Чернобыль? Какую работу пришлось выполнять в зоне отчуждения? На эти и другие вопросы приглашенные гости отвечали в интервью молодым людям, которые в рамках проекта «Заброшенное Приднестровье» сняли фильм «Чернобыль. Авария глазами ликвидаторов». Кто-то из ваших товарищей, с которыми вы из Рыбнице ездили туда, получил какие-то случаи? Мы поняли, что в интернете совершенно нет никакой информации по ликвидаторам из Приднестровья тоже. То есть нет ни списка ликвидаторов, ни того, кто каким наградам представлен. И поэтому мы решили нашей командой из четырёх человек хотя бы по Рыбницкому району собрать полные сведения о ликвидаторах и снять видеоролик их воспоминаний. То есть каждый человек – это отдельная история. И мы хотим услышать краткую историю каждого из ликвидаторов и осветить их массой. Григориопольский консервный завод, Рыбницкий сахарно-спиртовой комбинат. Факты о Терраспольском аэродроме. История Приднестровского телерадиоцентра. Молодые люди из группы «Заброшенное Приднестровье» собирают разные исторические справки, фотографии, рассказы и публикуют их. Мы пишем только статьи и ролик про ликвидаторов будет нашим первым. Дальше мы хотим делать воспоминания участников Приднестровского конфликта, участников Афганского конфликта, потому что также никто в Приднестровье этим не занимается. Если республиканские каналы что-то снимают, то это только на какие-то праздники и небольшие репортажи. А мы хотим сделать именно полнобъемную базу, где будет какая-то информация, документы, фотографии, будут видеоролики, воспоминания, интервью и так далее. Сегодня проект «Заброшенное Приднестровье» набирает популярность. В социальной сети ВКонтакте на информационную группу ребят подписано более 1300 человек. Если учесть, что проект начали реализовывать в январе текущего года, то это уже немалое количество подписчиков. По словам инициатора проекта Станислава Котлинского, главной целью их работы является информированность молодежи и продвижение туризма в Приднестровье.